Всем привет, друзья! С вами Кэкстер Робзи и добро пожаловать на новый сникпик нового эпического бравлера Анжела, который появится в игре уже очень скоро и сегодня мы посмотрим его гаджеты, пассивки, атаку, ульту, способности, а еще насколько он хорош против остальных бравлеров. Мы посмотрим видео Лекса, ссылочку на оригинал я оставлю в описании, ну а вас, друзья, попрошу прямо сейчас поставить лайк и подписаться на канал, а мы с вами погнали! Итак, Анжела это первый эпический бравлер после обновления и вы только посмотрите, у него 6000 хп и максимальная атака 4400 урона! Что это за жесть! Итак, смотрим внимательно! И входит в трио болота любви вместе с Виллоу. Анжело приедет в марте или ты можешь забрать его пораньше, купив в приложении или переключиться на него в звездной дороге, когда он выйдет. Вы слышали? То есть он появится в марте, но сначала он будет в магазине. А вы знаете, друзья, что донаты в Бравл Старсике не работают, но вы сможете купить этого бравлера раньше всех у меня в магазине. По ссылочке в описании, как только он появляется в игре, заходите, ребята, в мой магазин Robzy Shop, нажимаете купить, каталог, выбираете Бравл Старс и покупаете себе этого бравлера. А также можете купить гемасики, бравл пассы, акции. Ребята, все быстро, выгодно и надежно. Тысячи моих подписчиков каждый день там уже покупают. Итак. Теперь Анжело стал известным. Окей. 6900 хп вместе со щитом. Проще всего думать о нем, как о снайперской версии Хэнка. Снайперская версия Хэнка? Ну да, Хэнк же тоже заряжает удар. Вам нужно держать прицел, чтобы усилить его мощь при главном ударе. А сколько держать? Максимальный заряд за 2,5 секунды. Максимальный урон, который при 11 уровне мощности составляет 4400 урона. Слушайте, это реально можно вамшотить много тоненьких, слабеньких бравлеров. Очень классно. Что очень много. Что очень много. Теперь, если вы просто нажмете на автоматическое прицеливание... Что? 400 урона? Всего лишь жалкие 440 урона? Это очень мало. Ну да, если не заряжать. Собойность такая же, как у Пайпера. Дальность атаки, как у Пайпера. Посмотри, насколько далеко он фигачит. Да, он может ходить по воде, ребята, так же, как Ева. Он может парить над водой, потому что он комар. Это офигенная способность. Чтобы помочь ему передвигаться по воде, у него есть сила второй звезды. Вторая пассивка дает 25% скорости по воде. Мало того, что он может ходить по воде, так еще и быстрее. С помощью этой звездной силы Анджела получит 25% прирост скорости передвижения на воде и на очень короткое время после водки. А, то есть, когда он выходит с воды, еще скорость немножко сохраняется. Но в целом, я думаю, что это значительно уступает его первой звездной силе, которая позволяет ему исцеляться внутрь. А, помните, ребята, время Бравл Толки, он ставил лужу и хилился внутри нее. Смотри! А этот Супермен чертовский... Офигеть. Длится ульта 8 секунд и 600 хп в секунду. И я расскажу тебе об этом после того, как он сразится с... Просто имба. Ребята. В начале каждого боя Анджела разрешается сделать один выстрел, чтобы нанести максимальный заряд против Брока. Брока. Кто сильнее? Ээээ... Почти ничья. Почти ничья, потому что Брока убивает, потому что у Брока большой урон, а хп у Анджела все равно маловато. Ага, здесь он первый добивает против Пайпер. Ты видишь одну из его слабостей в том, что его удары не могут быть нанесены. Он, потому что медленно стреляет. Они не такие медленные, как у Б. Ну, да, Беа проиграла. Беа проиграла. Но потом мы возвращаемся к другому близкому моменту. Нани тоже выигрывает. А против Белла время было выиграть как раз вовремя. Идеально. Но они реально здесь одновременно погибли. И хотя скорость его броска невелика, его более высокие хиты помогают ему продержаться до... Неплохо. ...дольше, и он одерживает победу над Джанет. Однако, к несчастью для Анджела, у Бонни еще больше хитов. Да, у Бонни хитов еще больше, и даже с его зарядами, ну, не хватает жизни. Он очень близко подходит к Мэнди. Но она убивает его... Мэнди раньше убивает. Но это не так близко к Мэйзи, так как с помощью своей... Ой-ой-ой-ой, это вообще гигантский урон. Да, слушайте. Не самый сильный данник, но если посудить вот так. Но, ребята, мы не раскрыли еще на максималку его пассивку. Теперь, когда Анджела может нанести много урона одним выстрелом, он может поднять... Посмотри, сколько он травит. Подожди секундочку. То есть, он сейчас, стоя в болоте, я же говорил, что он отравляет. Смотри. 3 500, и потом 880, 880, 880, и... Он просто убил Шелли. Его суперсила оставляет под собой участок болота, где, если какой-либо враг ступит на него, он получит урон, но это также принесет ему пользу с его силой первой звезды, так как он будет исцеляться, находясь внутри... Ага, то есть, он хилится и наносит дополнительный урон от яда. Более того, каждый выстрел, который он произведет из этого патча, со временем нанесет урон, равный только произведенному им выстрелу, если он попадет в цель. То есть, подожди, 4 400 он нанес, и еще 4 400 отравы, то есть, 8800 урона он может нанести одним... Что? Он может нанести 8,8 урона одним выстрелом, если он попадет в цель. А нужен ли ему этот дополнительный урон, как вы увидите, против танков? Что касается танков, то если вы поставите... Ну, против танков нужно кайтить. То никакое количество урона от первого выстрела его не спасет. Так что я поставил их на максимальную дистанцию. Ну да, даже на максимальную дистанцию, танки все равно доходят. Но, ребята, танки, на то и танки, их нужно кайтить. А и кейт. Ну да, прямо просто, прямо утка, ребята. А вот новый скинчик, кстати, который был в прошлое сникпикивым. На самом деле, каждый танк просто случайно подходит к танков. Ну да, танки просто доходят и спокойненько уничтожают. Тут как бы по факту. Роза, не роза, все. А интересно, а что будет Мэг? Ну, конечно, Мэг действительно потеряла форму меха. Но она все равно сглаза. Но все равно выиграла, да. Но все-таки танк. Биби, Биби Тор офигенный скинчик, я себе хочу. 600 хп остается, но сено выиграла. Хотя Хэнку тоже приходилось... Ну, нет, Хэнка не убить, потому что он слишком жирный. Посмотри, у него там просто огромное количество хп, и там хоть бей, хоть бей. Если ты Анджела, ты надеешься, что не найдешь танку своего порога. Ну иначе тебе капец, да. Если тебе танк подошел, то все, молись. Хотя, видишь, его может спасти вода. И он может спасти вода. Это что, был гаджет прыжка через стены? Но он же Камар, он умеет летать. Естественно. Нифига, подожди, он использует гаджет. Если только ты не раскачаешь его первое устройство под названием Стиннин Флайт. Подожди, 660 урона. С помощью этого устройства Анджела сможет летать, что даст тебе возможность спасти с атакой. И... Нет, поглуши... Я думал, что еще оглушает. Через который они вряд ли захотят пройти. А, смотри, они не хотят... А он отравляет. Купец, вы видели, что случилось с Эль Прима? То есть, он поставил свой супер... Эль Прима не смог даже пройти, смотри. Офигеть. А вот это жестко. Мне интересно, что у него за второй гаджет. Но эти взаимодействия подчеркивают его самую большую слабость в том, что для нанесения хорошего урона... Да, ему нужно долго держать. А еще можно промазать. Это просто уходит много времени. Все просто и ясно. Взрывной урон не самая сильная сторона Анджела. Да, 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 да. Он довольно медлительный боец. Вы видели, он через стену ударил. А вот и второй гаджет. Подожди-ка. Ладно, так Анджела не проявил себя с лучшей стороны против танков. Против Пенни. Но против Пенни должен выиграть. Да, против Пенни выиграл. Ну, против Барли, динамайка, тики. Конечно же, против Бенни, по идее, он должен выиграть. Хотя... Однако он думает, что может сделать это немного лучше. Ага. И забирает победу до того, как Анджела сможет нанести достаточно урона, чтобы приносить его. А, динамайк выиграл его. Если динамит может победить, что же? Это значит, что даже у Тика есть шанс. Нет. Потому что он может. Ладно, да, у него есть только один шанс. Спраут не может... У Тика как раз-таки ровно хп на один выстрел. Смотрите, 4-400. Это Тика есть шанс, потому что он может. Нет. Ладно, да, у него есть только один шанс. У него нет шанса. Он не может прикончить его тремя выстрелами. И это оставляет дверь открытой, чтобы Анджела мог выстрелить прямо в ней. Да, 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 раньше умирают. И даже Гром, получивший дополнительный урон по х-фактору, все равно падает. Да, да, да. А еще есть Ларри и Лори, которых, я не знаю, атаковали примерно 11 миллиардов раз. Может быть, теперь этого, наконец, достаточно. Нет. Потому что Анджела одерживает над ними еще одну. Наконец-таки. Теперь в игре метатели любят сидеть за стенами и просто выводить тебя из себя. Но у Анджела есть пара моментов, с которыми ему нужно разобраться. Ага. Ну да, он может через стенку перепрыгивать. Он может просто прыгнуть через стенку. Он просто может... Ну да, а хотя... Подожди, он перелез. А теперь попробуй попасть по нему. Ну да. Вот. Мастер Флетчер. Следующий выстрел пролетает через стенку. И даже врагов пробивает. То есть, если три врага будет в ряд стоять, нанесет сразу всем 4400 урона. Но что мне не нравится в этом устройстве, так это то, что обычно обладает такими особыми способностями, как... Ну да. Если ты промазал, то у тебя минус гаджет, и ты никого не попал. Однако Анджела, он должен использовать устройство, затем начать прицеливаться, подождать около 2-3 секунд... Да. Это очень слабо. Это очень слабо. Какой-то приличный ущерб. И из-за этого это устройство не является реактивным, а скорее преднамеренным. Ну да, 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 такое себе, такое себе на самом деле. Ну да, против убийцы, против того же Эдгара, Леона. Тут надо брать, Леон, в случае, полет и от них упрыгивать, перепрыгивать, потому что они его убьют. Чтобы справиться с ассасинами, обычно требуется куча урона по требованию. А у Анджела его вообще нет. Ой, его нет. Он уносит урон медленно. Ну тут понятно, Эдгар все дела. А если они на него прыгнут, то им капец будет. Он может подойти прямо к нему и закончить работу точно так же, как это сделали танки. А базу не нужен его крюк, когда он может просто подойти к нему в развалочку и свистнуть. Ну да, в любом случае база даже просто пешком дошел убил. Я позволил Сэму увеличить скорость, хотя и не подключал его к сети, но это не имеет значения. Ему все равно не нужен такой урон, чтобы победить. Я ему все равно пофиг, он убивает. Теперь Анджела действительно наносит точный удар по Мика. Но на самом деле это не имеет большого значения. Мика просто перепрыгнул. А Мортис, ну что же, он просто побеждает, бросаясь прямо в лицо первому стрелку. Так что да, Анджела проигрывает всем ассасинам, кроме одного, и это Кроу. Ну, Кроу, потому что мало хп. Да, 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 да. Ну да, прыгать. Ну да, он в любом случае его убьет быстренько. Прыгнул и убил. Нет, тут надо в любом случае гаджет на прыжок. Ага. Да, да. Среди них есть такие, у которых есть куча хит-поинтов, как у Эйдбит и Перл. Есть и такие, которые действительно могут нанести тонну урона, как Тера и Честер. А также такие, которые стреляют невероятно быстро, как Серж и Кольт. Теперь у них у всех есть общая черта. Они побеждают Анджела. Теперь у меня отсосятся Найл ко всем здешним драчунам. Подожди. Потому что у Рико просто не хватает здоровья, чтобы... У Рико, подожди, даже Рико проиграл. Офигеть. Чтобы победить, нужен ее суперудар. А это здесь запрещено. Теперь Спайк на расстоянии не может... О, Спайк какашка. ...нанести максимальный урон. Хотя, если подойти к нему поближе, это совсем другая история. Ну да, Спайк упор убьет. Шелли получает лечение танка и находится на расстоянии, но все равно может победить благодаря своему пластырю. А Нита побеждает без... Смотри, прикол в том, что, смотрите, если поставить другой ситуацию, и он быстрее по Ните, у которой, смотрите, 8000 хп, если он стреляет из лужи, то нанесет 8800 урона. То есть это ваншот одной Ниты. Блин, это очень жестко. Спайк побеждает без помощи Брюса. Суть в том, что, хотя Анджела может нанести тонну точечного урона, он не выдерживает. И эти скандалисты видят, что я знаю, как сохранить этот урон. Да, это нужно, короче, очень осторожно играть. И в процессе они перекатываются прямо через него. Сейчас, когда мы играем, мне проще всего сказать, эй, просто держись на расстоянии. Да, надо бегать аккуратно. И, конечно же, на 100% ты должен делать это как меткий стрелок-драчун. Меткий стрелок и постоянно использовать ульту. Да, это хипец. И тебе приходится начинать этот процесс заново. Я согласен. Если ты профессионал и можешь наносить удары со стипроцентной точностью, то да, у тебя вообще не возникнет никаких проблем. Но здесь тебе действительно нужно быть точным, иначе ты будешь смотреть прямо в дуло дробовика Шелл. Слушайте, нет, на самом деле очень крутой бравлер, но для него нужен очень скилловый игрок. У нее просто не хватает очередей, чтобы успеть убить. И Чарли, когда она находится на расстоянии, она тоже не может сделать ответный выстрел достаточно быстро, чтобы убить. А в упор она его убьет, потому что будет быстрее. Сейчас они с Эмбер убивают друг друга примерно в одно и то же время. Хотя Эмбер и Толега. Джесси выигрывает. Су с такими драчунами, как Гриф, он просто становится сильнее. Бейл может быть и стар, но у него все еще есть те самые парни, которые наносят огромный урон. Ди означает урон. Мистер Пи просто заставляет его подчиняться. Ну, мистер Пи просто закидал его ящичками. Слушайте, Бо еще один лучник в игре, и он легко одержит победу. Бо очень сильный. Даже Джин способен выйти победителем обоих. Даже Джин и Бо подносим. И Лоб тоже одерживает победу, благодаря тому, что он использует свой лучший скин. А Отис использует свой новообретенный паф на урон и использует его с пользой. Эмс умело использует свою силу звезды паф на урон. А почему нам лоу закрыли? Мне интересно. Даже Сквик его вынес. Я в шоке. Дальняя скорость атаки делает практически невозможной победу над любым драчуном, у которого приличное количество хит-поинтов. Сейчас, во время игры, я не думаю, что большинство этих драчунов на самом деле будут представлять большую угрозу для Анджела, так как многие из них предпочитают держаться на расстоянии. И в этой ситуации... Вот, когда он кидает отрабу и начинает бить, это самая жесткая тема. И если ты смотрел эти видео в прошлом, то знаешь, что Байрон, отбивающий удары, по крайней мере принесет Анджела на победу. И он так же сможет добиться на лучшего результата в экипировке и в рукопашной схватке. Кошара проиграл. Известны своими повреждениями, так как они являются драчунами поддержки, и все же они по-прежнему неплохо справляются. Все равно выиграли. Даже у Паукоу получается вести очень ближний бой. Даже Паука добила. Ну Пэмка выиграет. Пэмка просто стоит и принимает удар в лицо. Пэмка просто медленно приближается к нему, одерживая победу. Пэмка вообще пофиг. Даг тоже. Дага, кстати, бафнули. Капец, его многие выигрывают. Но его фишка в другом. Это как брать Пайпер и пытаться сражаться против танков в упор на кое-чем. То есть нужно кайтить, расстреливать. Но мне кажется, его нужно фиксануть в плане ускорения зарядки. Его основной удар может быть очень сильным. И с его суперспособностями он может нанести самый высокий урон одиночным выстрелом в игре. У него классная способность плавать по воде, и он даже может спастись с помощью своего гаджета. Он очень ситуативный. 2,5 секунды заряжать. И хотя он может плавать над водой, на большинстве карт это не так уж и полезно. Его второй гаджет позволяет ему стрелять сквозь стены, но вы даже не можете использовать его по-настоящему реактивно. И мне кажется, что он не очень хорошо вписан. Кстати, второй гаджет, который стреляет через стену, его нужно было сделать так, чтобы он заряжал атаку сразу. Суть в том, что он неплохой драчун, но и не из тех, кого можно одолеть. Ну да. Если бы мне нужно было что-то изменить в нем, я бы сказал, что ему действительно нужно усилить скорость его основного удара. Скорость основной атаки, да-да-да, скорость зарядки. Хотя бы, хотя бы не 2,5 секунды, а, не знаю, 2 секунды, 1,5, ну хотя бы 2 секунды. С ним просто все в порядке. И хотя мне нравится играть в драчунов на дальних дистанциях, Анджела чувствует себя немного разочарованным и очень неумолимым в игре. С другой стороны может быть дело в навыках, а теперь скажи, как Анджела справляется с мелоди уличной драчуней. Ну что же, приходи завтра и ты все узнаешь. Ребята, завтра будет новый сникпик, поэтому, ребят, завтра мы с вами будем еще смотреть сникпик, а вы ставите лайки. Правильно? До встречи. Ребят, ссылочка на мой магазин в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok